всем здравствуйте сегодня наше видео мы снимаем моделирование рукава по просьбе подписчика и рукав мы делаем по просьбе чтобы было частично открытое плечо то есть обработка проймы обрабатывается отдельно это у нас не изделие это мы типа макета сделали и как нам можно сделать моделировать чтобы были вот такие вот складочки вот они вот так вот смотрится я их не пришивала вот здесь представьте здесь же должна быть еще рука кому рукавчик такое интересно давайте посмотрим как он моделируется для моделирования такого рукава берем выкройку основу но я взяла маленькую такую выкройку складываем пополам находим центр мы нашли центр теперь где-то до районе локтя например вот здесь проводим вот так вот линию и разрезаем по сгибу то что мы с вами сейчас согнули нам надо верхней части именно в этой части рукав расширить и вот здесь вот вы хотите чтобы была вот эта вот часть при открыто при открывайте ее на то количество сантиметров ну как бы на какое вы желаете ну давайте мы откроем так чтобы было это красиво все таки если рука вы будете делать длинным то мы должны с вами открыть где-то сантиметров до тут ну где-то около трех сантиметров хотите больше пожалуйста вот эту часть срезаем у нас тогда получается вот эта часть будет обработана отдельно а пройма до этого места тоже обрабатывается отдельно потому что мы до самого плеча не будем вшивать рукавчик сама катушек и и так что мы делаем дальше разрезаем по этой линии и разрезаем вот здесь вот по намеченной линии в районе локтя мы это делаем для того чтобы сейчас рукав раздвинуть и расширить его вот так вот мы его немножечко расширяем нам надо в этой области получить свободу иначе складки не будут красиво лежать дальше что мы делаем мы определяем количество складок 2 3 сколько вы хотите вот я сейчас спущусь пониже потому что мне в этой области нужно будет еще дополнительная ткань сделайте сначала это на бумаге но постук у меня ткань макетная поэтому я буду делать на ткани и так смотрите вы хотите чтобы у вас рукав имел например две складки и хотите чтобы она располагалась вот здесь одно и вот здесь вот вторая мы можем взять сейчас разрезать рукав то есть вот если мы взяли разложили с вами давайте мы сейчас его обведем до намеченной линии вот до этой линии я сейчас обвожу его я просто так делаю потому что я делаю не на бумаге а сразу на ткани не хочу забирать ваше время ну и конечно же целях экономии и своего времени тоже мы так делаем так и здесь но я пока вот так вот обвожу и сейчас я вот так вот эти две линии провожу 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 для того чтобы мы потом сюда положили вот эту вот часть все обвели теперь нам нужно разрезать по намеченным линиям вот так вот складываем вдвое и разрезаем будем делать две складки вот одна и вторая мы как выберем сейчас и отрезаем вот здесь можем повторить чтобы было нам более понятно вот на рукав раскладываем опять по намеченным линиям опускаемся ниже вот мы дошли то этих линий здесь на одинаковое количество сантиметров одна и вторая сторона уходит и теперь мы раздвигаем то есть вот мы поднимаем рукав выше на одинаковое количество сантиметров и вот здесь вот давайте мы возьмем сантиметров 7 10 зависимости тоже какую вы складочку будете делать вот мы с вами берем и допустим раздвигаем раздвигаем определяем вот я раздвинула на 6 сантиметров ну давайте сделаем по 6 сантиметров вот мы делаем 6 сантиметров здесь соответственно тоже поднимаемся вверх на 6 сантиметров здесь тоже у нас должно быть по 6 сантиметров смотрим чуть-чуть видите выше надо вот вот 6 сантиметров промеряем дальше здесь 6 сантиметров вот мы наметили точку вот эти все точки намечаем разрезаем дальше то есть теперь нужно вот эти вот части срезать вот но надо было нам сразу их разрезать мы можем и сейчас так кладем на место передвигаем дальше точно так же сантиметров на 6 на 7 как бы вот у нас ведь и продолжается линия если мы возьмем эту линию вот так вот мы ее должны как бы прорисовать сюда и сюда прорисовываем дальше откладываем вот отсюда и отсюда 6 сантиметров 6 6 здесь делаем то же самое 66 вот мы находим обводим вот у нас видите как верхняя часть как бы ушла какая должна быть вот здесь вот складочка что должно быть мы с вами сейчас посмотрим сейчас мы обводим вот эту верхнюю часть вот мы ее будем одну и вторую чтобы нам правильно прорисовать вот эти вот складки вот эти сможем убрать в стороны вот так вот разложить и теперь мы делаем складочку мы ее закрываем так вот здесь я не наметила верхние точки вот у нас идет первая складка мы ее закрываем от точки до точки вот закрыли видео у нас куда все ушло немножко по-другому ложится скалываем то же самое делаем и со второй складочкой и вот теперь когда у нас закрытые складки мы опять берем рукав раскладываем уже по намеченной линии прикладываем наши детали вот они идут ну тут я наверно немножко неправильно складочку какую-то заложила и обводим обводим уже по полученной выкройке то что мы разрезали когда мы соберем она у нас должна быть как бы одинаковая получится такая же но вот за исключением того что вот здесь вот мы расширяем вот эти вот линии мы будем соединять вот мы их соединяем здесь тоже самое сделайте на бумаге еще раз повторюсь то что должно у нас получится теперь на что вы еще должны обратить внимание поскольку у вас вот здесь вот будет и будет идти обработка отдельно то есть вы должны уже это учесть и сделать здесь прибавку на подгибку то есть выкраиваем с учетом того что у вас здесь будет идти подгибка вырезаем рукав со сложенными вот так вот складками вот здесь вот где в области он вас складочек там где вы будете вырезать соедините так вот булавочки пусть они пока останутся здесь можем тоже оставить теперь вырезаем когда мы вырезаем лучше всего вырезать когда вот так вот у вас складки заложены почему потому что они должны правильно у вас идти под линиям разрезать сейчас мы вырезаем и уберем булавочки и вы посмотрите что у нас получилось вот эти линии еще раз вот так вот наметим сейчас докуда у нас идет складка то есть вот эти точки нам надо будет совмещать здесь делает прибавку и здесь прибавку вы делаете ту как вы собираетесь подгибать может вы будете здесь делать обтачку может вы планировать планируете сделать косую бейку здесь все зависит от вас и от того какая же ткань все таки и теперь смотрите вот мы получили вот такой рукав все такими вот складочками которые должны свисать у нас немножко и если мы уберем булавки то наша выкройка смотрится вот так вот видите если взять просто вырезать не закладывая складки то у вас эти складки не будет правильно ложиться и когда вы будете вшивать в пройму вас будут эти перекосы так у вас все будет красиво и ровненько вот в принципе вот такая вот модель рукава со складочками как вы и просили мы разобрали все посмотрели надеюсь я ответила на ваш вопрос видео было для вас интересным кому понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал всем пока а ну Субтитры сделал DimaTorzok